Президент США Дональд Трамп готовится подписать директиву номер один по космической политике, согласно которой американские астронавты вскоре будут совершать пилотируемые полеты на Луну и обратно, а в конечном итоге отправиться на Марс. Об этом со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Хагана Джидли сообщает Reuters. Документ, как уточнили в администрации главы США, будет подписан в понедельник, 11 декабря. Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства США, НАСА, будет поручено провести инновационную программу освоения космоса. Подобный шаг, как пояснил Джидли, будет основан на рекомендациях Национального космического совета. Он изменит политику нашей страны в области космических полетов и поможет США стать движущей силой космической индустрии, заявили в Белом доме, отметив, что реализация программы также должна способствовать получению новых знаний и созданию невообразимых технологий. Дата подписания новой директивы, отмечает издание Spaceneus, совпадет с юбилеем пилотируемой миссии американского космического корабля «Аполлон-17» на поверхность Луны. Шестая и последняя высадка на спутник Земли произошла 11 декабря 1972 года. Астронавты Джин Сернан и Харисон Шмидт тогда оставались на Луне чуть более трех суток. За это время они совершили три выхода из корабля, в ходе которых собрали и привезли на Землю 110,5 килограмма образцов лунной породы. Ракету, которая в 2020 году должна будет осуществить первую беспилотную миссию, НАСА показала 9 ноября. В будущем она, как рассчитывают специалисты агентства, осуществит новый пилотируемый полет к орбите Луны.